Здравствуйте! В прямом эфире студия Репортера. Ее пройду я, Александр Ветьман. Есть люди, которые являются нашими друзьями нашего канала, и мы безумно рады, когда они приходят к нам в гости. Сегодня у нас такой гость Алексей Ботвинов, народный артист Украины, пианист, наш любимый. И поговорим мы сегодня о вещах, которые тоже уже успели нам полюбиться. Собственно, фестиваль классической музыки Одесса Классикс, и мы сегодня поговорим о подготовке к этому фестивалю. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Александр! Собственно, вот фестиваль у нас летний. Летний, вот так осенний, вот так вот он переходящий. И, собственно, но сейчас в февраль, и зрители спросят, а что, уже идет подготовка? Ответ – да! Рассказывайте! Ну, вообще, подготовка идет целый год. На самом деле, вот, мне раньше говорили, закончится твой фестиваль, два дня отдыхаешь, потом готовишь следующий. Действительно так. Вот, ну, действительно, вот уже скоро будет объявлять всю программу. Я сейчас могу, в принципе, практически все ее уже сказать. Да, почему нет? Да, потому что, ну, вот, стараются делать все как бы по европейским рекламам, каким-то мировым, и там все делается заранее. Действительно, вот, кстати говоря, если кто-нибудь, может быть, заметил, уже есть первая афиша, они появились перед Новым годом на концерт-открытие фестиваля, и это правильно. Для нас это необычно. У меня много людей спрашивают, что это может быть прошлогодний, как это? Ну, не может быть, за полгода. Может быть, так и должно быть. Потому что, ну, вот, если мы когда-нибудь дойдем до правильных таких вот вариантов, то это все будет раскупаться за месяц, и потом за четыре месяца до фестиваля билетов не будет. Вот это вот моя мечта такая. Ну, собственно, часть культурного туризма, то, что мы называем. Конечно, конечно, да. То есть, в прошлом году много туристов приезжало иностранных на фестиваль Одесса Классикс. Я знаю, что сейчас должно быть еще больше, я надеюсь. Так что это, ну, это, в общем-то, действительно, как бы, проект, ну, для всего города, конечно. Страны. Страны. Ну, и страны, да. Я думаю, что это, ну, мне кажется, что это наиболее интересный классический фестиваль в Украине, честно, на данный момент, по уровню тех артистов, которые мы приглашаем. Вот. Начнется он с прелюдии к фестивалю. 20 апреля в Одесской филармонии будет концерт совместный с крепачей Алину Сорота и меня. Алину Сорота открывал прошлый фестиваль. Была такая сенсация для одесской публики. Он играл в Вивальде времена года с Бельгийским каменным оркестром. И действительно, феноменальный был концерт. А Бельгийский каменный, надеюсь, не под руководством или Майкла Готмана? Практически уже ставшего одесситом. Да, естественно, он будет принимать участие традиционно уже и в третьем фестивале нашем, который будет. Вот. И Лину Сорота, действительно, я слушал и в Европе, но увидел такой, ну, действительно, был просто сенсационный успех у одесской публики. Мы решили с ним попробовать сделать вдвоем концерт. И для нас это будет премьера дуэта. И мне это очень приятно, потому что музыкант замечательный. У нас такой подход очень эмоциональный к музыке. Я думаю, это будет здорово. 20 апреля филармония, прелюдия к фестивалю. Алексей Батринин, Флинус Рот. Будем играть такие шедевры скрипичного и фортепианного репертуара. Там будет и Брамс, и Прокофьев, и Шнитке. Будет замечательная совершенно музыка. Всех приглашаю. А сам фестиваль, вот, Одесса Классикс в этом году будет традиционно в июне, с 7 июня по 13, в этот раз уже 7 дней. Уже не 4, не 5, но 7. То есть мы расширяемся. Алексей, я вас прерву лишь для того, чтобы сказать, что вы пропустили один концерт. 1 марта будет в Киеве. Да, может быть, мы все одесситы смогут добраться. Но, кстати, я знаю, что некоторые едут. Тем более, тем более, потому что зря не помянули. 4 стихи в рамках проекта «Музыка любви», который уже успел, проект уже очень удачно стартовал у нас в «Армонии» в Одесской. Да, светомузыка была просто. Вы говорите о уровне, вот тогда вот это, можно сказать, уровень был, который стал предвестником, возможно, концерта опен-эйра возле колоннады. Да, все верно. Вы правильно анализируете ситуацию. Это как бы действительно, на самом деле, часть одного такого большого проекта, связанного с визуализацией классики. То есть, с видеоклипами, видеофильмами, видеоспектаклями для классической музыки. И вот сейчас будет, да, будет киевская премьера. Она будет в Национальной опере 1 марта. И будет, опять же, скрипачка Мирслава Котаровича, мой давний партнер по видео. Ну, все будет как бы идентично в этом смысле. Замечательные ребята вам помогают. Да, да, киевские ребята. Это Видеомактикс, ВИДЖАЙ-группа. Вот, и будет киевский оркестр Киевского Эмирата. Вот, Национальная опера. Если кто-то из одесситов будет в Киеве или захочет переехать, я знаю, что едут люди, то, пожалуйста. Алексей, за вами люди едут даже в Белгороднестровскую, да, пусть и крепость, но, опять-таки, Белгороднестровскую. А там дорога жуткая, но, тем не менее, вы тогда смогли очень много одесситов привлечь просто в тот регион. Я надеюсь, чаще делать и там концерты, может быть, когда-то починят дороги. То есть, тут есть и социальные, как бы, составляющие этого всего. Да, это был наш проект с турецким перкустанистом Бурханом Ачалом. Кстати говоря, вот, три недели назад состоялась, например, вторая часть этого проекта в Тюрихе. Мы сделали премьеру в Тюрихском знаменитом зале Тонхале. Это главная площадка Швейцарии классическая. И очень хорошо получилось, здорово. Я вот сейчас думаю над тем, как это привести как можно скорее в Одессу. Потому что там будет не только Бах, там будет и Бетховин, и Мусоргский, и Прокофьев, Рахманиев. Такая очень яркая программа получилась. Швейцарская публика замечательно восприняла. И теперь я уже уверен, что надо показывать нашей. Так что где-то, я думаю, осенью мы покажем. Слушайте, ну, очень хочется, очень хочется. Потому что тот концерт был просто изумительный. Вот так оно все сошлось, и такая атмосфера, и все вот так вот. Конечно, это вот так германская Белгороднестратская крепость. Это потрясающая площадка для опен-эйров. Я все еще лелею надежду там, как бы, сделать действительно какой-то фестиваль, опен-эр-фестиваль разных жанров, где может быть и классика, и джаз, и какая-то хорошая поп-музыка, и фольк. То есть об этом я не оставляю надежды. Я думаю, что это как-то осуществим. Потому что фантастическая площадка. Я такую вторую площадку для опен-эйра. Такого плана даже не знаю в стране, честно говоря. Что еще нас ждет в Одессе? Да, Одесса Классикс. Семь дней. С 7 июня. Во-первых, будет у нас традиционный опен-эйр. Это уже визитная карточка фестиваля у Воронцовской колоннады. 9 июня. Опять же, с видеомаппингом, видеопроекциями на колонны. Там буду выступать я. Скорее всего, два оркестра. Там сейчас выясняем программу. Но это будет такая популярная классика. Очень доступная. Это бесплатный, кстати. И оперные певцы, наверное, будут выступать. Наверное. Сейчас вот такая же точная программа. Да, извините, пожалуйста. Просто я вспоминаю. И мне, понимаете, чувство не дойдет немножко. Про оперу. Значит, у нас в этом году, что дополняется в фестивале, мы очень-очень рады, кроме четырех концертов филармонии, будет еще два концерта в оперном театре. Один из них, это будет оперная гала украинской звезды Бельканта. Причем, в данном случае, действительно звезды. То есть, Ольга Микитенко, которая выступала в прошлом году. Лена Белкина, молодая, неизвестная еще в нашем публике, певица. Мэтси Сопрано, которая уже поет Токио, Париж и так далее. Везде фантастический голос. Я думаю, огромная перспектива. Потом, закончивший нашу, кстати, консерваторию Виталия Биллы, который сейчас становится одним из лучек баритона в мир. Поет со всеми суперзвездами, суперзанят. И выкрыл возможность приехать на этот концерт. И, кстати говоря, будет такая премьера, может быть, для большого концерта. Павел Смирнов, это еще студент Одесской консерватории, человек с фантастической красоты, тенором. Голос редкий, драматический тенор. И в программе будут абсолютнейшие хиты оперы. То есть, я думаю, это будет такое вообще просто наслаждение невероятное. И у нас будет закрытие фестиваля, тоже будет в оперном театре. Там будет большой сюрприз. Я пока его ничего не скажу, кто будет. Будет большая звезда. Но у нас звезда и на открытии. Даниэль Хоуп, скрипач, который входит, ну, наверное, не знаю, в пятерку. По моему мнению. Англия. Англия. Великобритания. В прошлом году, ну, достаточно сказать, что он получил приз, европейская приз культуры по музыке. Это такой Оскар. Оскар. Да. То есть, вот он один получил. До него получали Берлинский оркестр симфонический, Даниэль Баренбоем. То есть, ну, это действительно один из топ-топ-топ уровня музыкантов. И мы будем вместе с ним, совместным выступлением, открывать фестиваль Одесса Классикс. Тоже он, кстати говоря, мечтает попасть в Одессу, потому что один из его учителей был великий, один из лучших музыкантов, скрипчных вообще до все времена, Игуди Минухин. А второй, это Захар Брон, тот самый легендарный Захар Брон, который, в частности, учился в школе Столярского. То есть, он очень хочет посмотреть и город, и школу Столярского. И это все будет очень интересно. Я думаю, трогательно и волнующе для него. Он говорит, это же Мекка, для скрипки надо же в ней побывать. Вот, еще у нас будет немецкий пианист Себастьян Кнауэр, никогда еще не спал в Украине, лучший немецкий пианист наших дней. У нас будет джазовый вечер на фестивале. Я помню, вы анонсировали фестиваль. Да, будет Дэвид Орловский трио. Это немецкий коллектив, который играет джаз с плав, с клесмерской музыкой. И вот в этом стиле они, лучшие в Европе уже лет пять, они получили четыре премии Эхо Классикс. Они записали пять дисков на Sony, и там будет премьера у нас на фестивале проекта «Париж-Одесса». «Париж-Одесса», да. То есть это, ну, сам Бог велел, как говорится, взять на этот фестиваль. Мы планируем сделать еще DVD, записать лайв, и это будет все под лейблом, возможно, Sony Classical. Слушайте, замечательно. А скажите, пожалуйста, что относительно того, были мысли, учредите премию для начинающих музыкантов? Знаете, мы сделали немножко другой вариант. То есть вот мы все время думаем, я и моя команда, как поддерживать молодежь, каким образом. Вот на первом стиле у нас была Маша Клеменко, замечательная пианистка, лундеркинт играла. Вот сейчас мы решили пойти совершенно в другую сторону. У нас будет параллельно целая программа под названием «New Ukrainian Soundscapes», в переводе «Новый украинский звуковой ландшафт». Что это будет? Это будет четыре вечера вечерних, поздневечерних концертов в Литературном музее, после основных концертов, где будет звучать музыка современных украинских композиторов в исполнении ансамблей, которые специализируются на этом из Киева-Львова. Четыре вечера, большие ансамбли. И это будет очень интересно, потому что чаще в основном это будет некая смесь хэппининга, перформанса с концертом, с театральным действием в костюмах, с видеоинсталляцией. Мы хотим показать, что современная музыка украинская, она не просто жива, она безумно интересная. Это вот тот сегмент, который сейчас очень активно развивается в Киеве, уже имеет свою большую аудиторию. У нас пока еще в Одессе нет. И хочется вот этим раскрыть, во-первых, этот мир очень интересный для нашей публики. Во-вторых, мотивировать наших одесских, конечно, и композиторов, и музыкантов, которые работают в этом жанре современной академической музыки. Вот это у нас такая будет вторая параллельная программа, очень интересная, я уверен. Алексей, когда к нам приходят гости музыканты, мы их спрашиваем относительно, вот у нас вот любят в стране законы принимать, вот ваше мнение относительно того, что пусть вы играете академическую музыку, но тем не менее, то, что вот относительно принятия квонт на украинскую музыку на радиостанциях, ваше мнение по этому поводу? Амбивалентное. С одной стороны, нужно поддерживать своего исполнителя, однозначно, в этом как бы за-за-за. А с другой стороны, сейчас осмотру получается немножко, ну, смотрите, когда, допустим, Вакарачук, его и поддерживают, а не надо было, его любят и у нас, и в России, и где угодно. По принципу, талант сам пробьет свою дорогу. Да, да, то есть, ну, он собирает стадионы, реально очень интересный артист, музыка хорошая. Когда сейчас я вот стал чуть-чуть, просто, эфиры, иногда попадаются настолько слабые коллективы, которые теперь сейчас попадают только потому, что они поют на украинском. Но это тоже неправильно, потому что, с одной стороны, конечно, мы должны мотивировать. С другой стороны, если это квот, это интеллигенция на плохое качество, это тоже не вариант. Мне бы хотелось, чтобы был какой-то баланс между все-таки качеством и где-то поддержкой. То есть, здоровый протекционизм, но не в ущерб качеству. Мне кажется, немножко не хватает сейчас, ну, самого лучшего, если мы говорим, естественно, это все поп-музыка, как правило. Не хватает американского английского качественного продукта. Получается, как бы вот российского брали поменьше, сделали наше, и оно разнообразное, и весь уровень немножко подпал. То есть, нужно об этом тоже думать, чтобы, ну, как бы, протекционизм, но с умом. Алексей, я вас благодарю, что вы пришли к нам, мы всегда рады вас видеть. Уже сейчас мы анонсируем третий международный Десса Классикс фестиваль. Июнь седьмого, я еще хочу сказать, со следующей недели будут билеты в продаже. И у меня принцип, у нас остается таким, разные ценовые категории, кроме, безумно дорогих нет, кроме дорогих, есть очень дешевые, начиная буквально от... Социальные билеты, на самом деле, так. Да, поэтому тот, кто хочет их получить, он может это сделать, но нужно просто поторопиться, зайти в предварительную продажу и взять их сейчас. Потом их не будет, конечно. Но всегда остается квота на вот эти социальные билеты на нашем фестивале. Спасибо вам огромное, посетители нашей студии. Это была студия Репортера, ее провел я, Александр Виттин. Всего доброго, до свидания.